здравствуйте уважаемые господа и гости столицы home-видео с вами пицца шок всем здрасьте вот чего но ни для кого не секрет я являюсь так бы сказать неярым поклонникам но мне очень нравится пинге фарео и разговор все не пойдет именно фарео просто чтобы вы понимали да этот фарел я уже вставать не буду это фарео переделанный сергей александрович жучковым тестом теперь от 0 1 до 0 506 грамм этот фарео тоже переделанный сергей александрович жучковым с карбоновой ручкой в росте теперь он метр девяносто восемь этот первый метр девяносто три по моему если не ошибаюсь этот тестом до грамма полутора грамм приблизительно до от 0 2 0 3 работает элементарно этот фарео у меня 2018 года также у меня была тибуляночка которая находится вы здесь я и тоже ловим она переделанная да то есть это простой фарео обыкновенный 18 года этот фарео однорукий 2020 года новинка этого года но и но и я даже не знаю но это не фарео но пришла ко мне палочка если я секундочку посмотрю если я не ошибаюсь black это черная гадюка называет вот это тоже как бы я так понимаю что ты типа фарео но не совсем теперь первую очередь хочу сказать огромное большое спасибо магазину золотая рыбка я не скрою с ребятами связался так как делал предзаказ кто не знает у них произошли небольшие изменения предзаказ у меня был сделан на спиннинг длиной метр восемьдесят тестом от 0 5 до 1 и 2 грамм но я так понимаю по независимо еще независимо короче магазин здесь не виноват извините после работу устал все не первый день мы вышли на работу после самоизоляции карантина и так далее вот пришлось по вкалывать хорошенечко вот и по так что а магазин как бы тут ни при чем я так понимаю что это там на заводе что-то на химичи и вот я не скрою я с ребятами связался написал про себя сказал что так и так и являюсь блогером вот большой поклонник ваших спиннингов но это не секрет ну вот и пошли мне навстречу отправили меня спиннинг каждом таки в субботу да сегодня понедельник он у меня ну во первых я хочу сказать большое огромное спасибо по упаковке сейчас покажу секундочку это конечно я честно скажу дай бог каждому магазину так упаковывать труба 120 к насколько я понимаю вот это она обтянута в бумагу трубища но футбол можно играть все весь спиннинг провожены двумя вот такими поролоновыми это вставками то есть тут вот я не знаю можно футбол играть за упаковку прям отдельно респектную воздуха вот это первое второе что хочу сказать спасибо за подарки прислали хукипер подарок прислали вот такие приманки но это больше платы на джек микро но я не знаю как читается у меня есть такие тристера я покупал полтора двухсантиметров по моему двухсантиметровые они до изгиба хвоста я имею ввиду прекрасную работу но с адрактантом все отдельно в пакетике вот в таком пришло русский сувенир вот прямой спиннингу с их ней карточкой золотая рыбка сидела вот ночью а теперь касаемо спиннинга на почту летел как угорелый до заскочил домой после работы все покидал полетел на почту очередь пусть и нанесу по спиннингу интересно все есть конечно плюсы могу сразу сказать он стал помягче если сравнивать его с фарио одноруким 2020 года спиннинг стал мягче не намного мягче второе что хочу сказать сейчас я его распакую покажу ну во-первых чехол чехол ну понятное дело баллоневый такой материал дешевый вот прошитый со всех сторон ничего тут такого как бы нету упаковка напоминает что покупал в восемнадцатом году фарио вот практически одевали спиннинг длиной метр восемьдесят спиннинг с тестом от 0 5 до 1 и 8 грамм вот вот так он теперь выглядит вот так выглядит рукоять вот как-то у меня по поводу рукояти сразу напрашивается такой вопрос зачем надо было вот это все переворачивать вверх ногами если честно кто держал в руках спиннинг двадцатого года однорукий да вот ну как ты чё то блин нафига вот этот верблюд вот сюда загнали когда он как бы ну никакой функции вот он не несет сделали бы ручку наоборот хотя бы пальцами можно было браться как-то да руку положить или вот так было удобно вот зачем надо было это все переворачивать вверх тормашками ну мне непонятно тоже тут трубка карбоновая стоит бланк вставлю туда по весу ребят врать не буду у меня весы к сожалению сломались я его взвесить не могу но чисто на ощупь по руке он легкий сейчас я покажу вам достану спиннинг фарио который однорукий новинка да сейчас покажу ручки то есть я думаю вы поймете о чем я говорю получается вот так вот ручки в принципе идентичны как бы да но вот зачем надо было вот эту часть ставить наверх когда вот есть самое место тут ну то есть вы взялись да кому там чего неудобно гаечку подогнали катушку зажали вот можно положить пальцы кто-то так держит кто-то так ну не важно хотя вот зачем надо было делать вот так и во-первых сама гайка здесь больше непонятно не то ли эти там китаёзы что-то напутали и воткнули и так ну вот как то вот чисто визуально такое различие вот за счет чего мягкость добились ребят я честно скажу не знаю я сейчас прямо тут по мере как вам заканчивается 6 и 2 6 и 1 ну чисто визу вот по штангелю конговая часть здесь потолще но опять же таки рисунок то все как бы вот нанесен вот это все может быть конечно там миллимерами полмиллиметра там сотой какие-то и взяло по кольцам чисто если брать эти два спиннинга но я вот тут долго рассматривала ну один в один что на коблях что на хвостах как-то я вот если честно никакой разницы практически не вижу вот сейчас померяем в клеечки да так это у нас первый будет вот прям как после вставки как кольцо что же так тут получается два и два так и на конце у нас что получается один один миллиметр так два и два один миллиметр смотрим здесь смотрим здесь смотрим здесь ну что то как то я вот тоже то есть в клейке одинаково но если сравнить ручки вот чуть-чуть чуть-чуть ручка гадюки ниже чем фарио а 2020 года однорути чуть-чуть чуть-чуть вот прям ну миллиметров на пять на семь где-то приблизительно я так а оставил хвосты менял местами стучат то есть хвосты друг другу не подходят вот еще раз говорю хочу огромное спасибо сказать магазин золотая рыбка ну ребят конечно молодцы подсуетились то есть как бы вот по мягкости но ребят я к сожалению у меня сейчас укрепление на груз ну как бы немножко в ремонте сейчас я постараюсь вам показать будет видно наверное палочка стала помягче за счет чего они это выиграли я не знаю но вот чисто тонкие такие анимации делать очень стало прикольно я думаю что опять же таки спуск ручки сыграл роль и так далее то есть по своим таким характеристикам чисто они ничем ничего тут не изменилось но палочка реально стала мягче не намного но мягче так и еще раз сразу хочу сказать я разговаривал с продавцом по телефону общался с ним да естественно меня интересовало спинник пускай он даже и короткий но с тестом 1,2 грамма с его слов я в руках его не держал ничего сказать не могу но с его слов скорее всего бланк 1 просто его урезали и с его же опять таки слов что как он мне объяснил что палка женщина поэтому я опять же таки остановился на своей любимой длине метр восемьдесят но любимый у меня метр девяносто метр девяносто восемь желательно было бы я думаю он был бы по лапшисте вообще было бы повеселее но ребят учитывая цену спиннинга я считаю что он палочка зашибата это пока предобзор я чисто показал рассказал сейчас еще раз померим камелёчки чтобы у меня как вот прям прям после лака ну так шесть и две где-то сотых миллиметра здесь добирает а тут шесть и одна даже шесть вот бланка коммери вот тут вот толще ну я так думаю что здесь вот это вся красоте дала какие-то сотые но говорю ручка ручка чисто визуально если вот так стыковать они ее на миллиметр спустили вниз а миллиметров на 5 на 7 спустили вниз может быть из-за этого спиннинг стал поинтереснее по да ребят пока предобзор завтра постараюсь выбраться на воду с утра перед работой возьму черную гадюку и попробуем ее на воде потому что ну интересно интересно вот чисто хотя бы половить опушка мелкого ради посмотреть насколько палочек стало веселее интереснее мне вот очень хочется если честно ну хотел сегодня кстати записать видос про полезки уже как бы могу подытожить да ловну почти уже два месяца на леску почти там без недели где-то есть кое-какие уже наработки можно чем-то поделиться но наверное чуть попозже пока это предобзор еще раз говорю спинник называется в английском black эдер вот черная гадюка так что завтра на воду завтра будем тестить завтра будем пробовать погоняем с леской его естественно с дунаев ну что получится то получится как говорится за всем все пока пока с вами был сашок подписывайтесь на мой канал дальше будет еще интереснее я надеюсь что осталось дождаться спиннинга с алиэкспресс и кое-каких приманок за всем все пока пока увидимся на рыбалке так ребят сходил к соседу взял крепление на грудь в правой руке гадюка в левой фаре у одной руки постараюсь максимально вам показать пальцем стучу одновременно раскачка дрожь ну вот левой рукой трясти мне достаточно сложно блин ну то есть видно что по своим чисто так сказать техническим характеристикам палочка стала сопливая более сопливая видно как отыгрывает хлыстик давайте попробуем поменяем в правой руке одна руки фаре в левой теперь черная гадюка ну видно что да гадюка стала мягче мягче и интереснее ну опять же таки вот задать дрожь левой рукой мне достаточно сложно я правша ну думаю кому то будет полезно для выбора ну я честно скажу для себя я бы тот и тот спиннинг ну как вот сейчас у меня есть я бы и тот и тот имел у себя в арсенале ну потому что мне палки нравятся я люблю такие вот такой строй достаточно быстрый достаточно мягкий одновременно то бишь средний можно влево вправо ну то есть понятно спасибо